Всем привет-привет! Спасибо большое, что заглянули, мне очень приятно и чем мы сегодня, ребят, будем заниматься. Мы, ребят, сольем мои ресурсы на нескольких моих аккаунтах и в целом попытаемся добить чего-нибудь интересного из нового вот этого вот ивентика на слив ресурсов. Здесь есть чем поживиться, но в то же время я бы не сказал, что прям сильно жирно. Хотя, забегая наперед, на своем основном аккаунте я уже все забрал. Ну, кроме вот этого шмальтурма, потому что у меня он есть и, соответственно, на него не имеет смысла тратиться. А вот что касается вот этого контейнера, ребят, контейнера Deluxe, то отсюда я забрал на удивление, на свое удивление, я забрал Септера и забрал вот эти вот четыре машины. За БТ-7Арт я получил компенсацию, только забегая наперед, вы не будете получать компенсацию, если просто обналичите полученные части сертификата, точнее их сведете воедино и, соответственно, получите себе танчик. В таком случае, ребят, вы компенсацию не получите. Получите компенсацию следующим образом. Вы можете взять машину, ну, допустим, тот же самый Кени, продать его, ну, я думаю, все знают, как это делается, получить свою голду. И после этого, ребят, вы обналичиваете сертификат на машину, который вы собрали. Ну, вот, допустим, там тот же самый БТ-7Арт у меня собрался. Я его благополучно объединил, да, все части сертификатов. И после этого, ребят, я его получил, то есть забрал себе в ангар. Вот таким вот образом вы получаете себе голду. А если вы будете делать путем того, что вот просто нажмете на обналичивание танка и он у вас повторяется, то компенсация, допустим, за БТ-7Арт, по-моему, 300 тысяч серебром. Короче говоря, можно сказать ни о чем. Что касается того, что сейчас будем делать. У меня огромное количество ресурсов. На данном аккаунте я практически не играю, поэтому вполне спокойно. Надо только убедиться, что это он. Да, это он. Все нормально, все окей. А то сейчас слил бы ГСН все, что у него есть. Сейчас мы, ребят, благополучно все это дело сольем в ноль. И, соответственно, попытаемся чего-то отсюда достать. Ну а что касается, ребят, моего основного аккаунта, то туда мы тоже сегодня заглянем. И там мы тоже попытаемся еще пооткрывать контейнеры. Хотя, ребят, я уже собрал все машины. Почему я хочу это сделать, разберемся чуть позже. Давайте потихоньку будем сливать. У меня я бы не сказал, что здесь прям жирно как-то бустеров. Но, по большому счету, с учетом того, что я не играю на данном аккаунте, я не вижу абсолютно никакого смысла хранить все это здесь. Я понимаю, что обналичить я это не обналичиваю. Посмотрите, у меня только 1269 бустеров на золото. Зачем мне столько? Ну ладно, давайте сейчас вот так вот сделаем. Ну, для красоты, типа, там что-то оставим. Может быть, к этому вопросу еще вернемся. Ну, а пока будем все сливать. Ну, понятное дело, ребят, кроме голды. Потому что за голду я в любой момент могу купить себе сюда на аккаунт какую-нибудь машинку, которая будет продаваться. Которая, допустим, не повторялась у меня на других аккаунтах. Ну, и, соответственно, в случае, если вдруг разработчики по какой-то причине примут решение забрать у меня пресс-аккаунт, у меня будет на чем вам снимать обзоры свежие на определенные машины. Ну, а так все остальное, как я уже сказал, мне, в принципе, не надо. Что еще хочется? Хочется, чтобы вы написали в комментах в отношении того, что вам повыпадало. Мне действительно интересно. Ну, а я пока начинаю. Слив 11960 кристаллов. Я не знаю, много это или нет. Бриллиантов. Бриллиантов, прошу прощения. Ну, и начинаем собирать. И сразу получаю атрибут. Просто супер. Я, блин, в шоке. Если бы мне так фордило на моем основном аккаунте, ну, окей, хорошо. Я бы еще понял. Так, что дальше у нас? Экранированный. В общем, я думаю, что, в принципе, я и на этом аккаунте тоже все пособираю. Единственное, что экранированный на данном акке у меня есть. Поэтому, в целом, мы его сегодня с вами попытаемся обналичить. Дело в том, что экранированный, это, в отличие от BT7Art, машина, которую за золото продать вы не можете, если я правильно помню. Сейчас давайте сначала полностью все контейнеры откроем. Потом попытаемся поиграться с тем, чтобы продать машину, получить голду за нее. Если не голда, то тогда попытаемся просто обналичить сертификат и посмотрим, что нам за него дадут. Потому что я в описании нигде не нашел, что будет в виде компенсации за ту или иную машину, если собрать на нее все сертификаты. Стоит также отметить, что на VK3001H выпадения довольно-таки частые, но там необходимо собрать не 100, а целых 200 частей сертификатов. И хоть выпадения и частые, но в основном по 5, ну, пускай по 10 выпадает. И это немножко удручает. Что же касается чего-то более интересного, а в частности более интересным из этих 4 машин, которые можно собрать себе сертификатами, я лично читаю, 432-го, то на 432-го, как вы видите, падает не так уж и часто. Хотя там как раз необходимо собрать всего 100 частей, а не 200. Ну, вот такая вот интересная математика получается. Ну, не знаю, ребят. Пока, видите, септер не падает, голда не падает. В целом, максимальное количество голды, а именно 2500 золота. Вот вам, пожалуйста, септер! Ба-бам! Вот он, вот этот красавец. Получаем септера и, в принципе, ребят, я считаю, что я вполне нормально себе обнулил свои ресурсы по одной простой причине. Ну да, единственное, что стоит отметить, я не рекомендую ни в коем случае вам сливать сразу все. Берите дробно, берите частями, по 5, по 7 контейнеров, для того, чтобы можно было в любой момент остановиться, если вы забрали то, что надо. Давайте теперь посчитаем. Я слил свои бустеры на голду. У меня их там было, ну, 1600, да, или 1200. Ну, не помню, ребят, с чего там мы видео начинали. Но факт остается фактом. Даже если я буду получать в среднем по 15 голды за каждую победу, то, во-первых, столько боев отыграть, а, во-вторых, септера сейчас получил. Да, это полная копия проходной машины, но это септер, который будет стоять у меня в ангаре. И, в целом, ребят, что самое классное, что септера действительно тяжелее выцелить, чем проходную машину. В любом случае, я уже окупился. Если сейчас я на этом аккаунте открою еще один септер, то я получу 10 тысяч голды компенсации. И вот это вот уже действительно становится интересным. Очень сильно хотелось бы. Но нет, пожалуйста. 100 голды. В любом случае, выгодным. 100 голды, это, грубо говоря, там, ну, если проигрышных, то 10 боев на 10 уровне со включенными бустерами. Ну, это, не знаю, мне, честно говоря, на аккаунте, на котором я особо не играю, мне все-таки, ребят, проще вот таким вот способом обналичить свои бустеры. Кто-то будет смеяться, кто-то будет говорить, что я шизофреник, но давайте будем говорить откровенно. Я на аккаунте не играю. Этот ивент на слив ресурсов это единственный, ну, по крайней мере, для меня на моих твинках единственный способ обналичить те бустеры на голду, которые я и так, в принципе, не использую. На основном аккаунте, да, там вопрос совсем другой. Там все-таки я играю, играю часто, ну и, соответственно, там дополнительная прибавка голдой мне не помешает путем того, что буду играть именно с бустерочками установленными. Что у нас тут получается? БТ-7 арт. Короче, сыпется этот БТ-7 арт, хоть, блин, ты повесься. Как вы видите, на 432 особо-то и не падает. Ну, по большому счету, с учетом того, что уже упал септор, мне уже как-то даже дай до лампочки, особенно с учетом того, что на основном аккаунте, как я уже говорил, я уже пооткрывал кучу этих контейнеров. Там, ну как куча, куча не сильно большая, там в районе 30 контов я открыл, видео соответствующее выкладывал. Ну вот, пока иду вот таким вот образом. По-моему, неплохо. Ребят, мне кажется, что замануха от разработчиков сработала, и я больше чем уверен, что будет огромное количество танкистов, которые сольют, сольют свои кровные ресурсы. Но, в основном, я больше чем уверен, что ребята будут сливать бустеры, которые сыпятся из контейнеров, мало кто успевает их использовать по назначению. Ну, разве что, если кто-то из молодых ребят, которые, молодых я имею в виду не по возрасту, а по времени, проведенному в игре. И вот они действительно, скорее всего, пользуют их постоянно, потому что, ну, качают ветки. А вот те, которые бывало, им уже, в принципе, большинство из этих бустеров-то и не надо. Что у нас получается? 260 у нас бриллиантов остается, мне не хватает 40 бриллиантов, а вот добрать их чем, я, честно говоря, не знаю. Ну, с учетом того, что у меня есть, в принципе, серебро, и в то же время есть бустеры, даже не знаю, что делать. Ну, наверное, имеет смысл серебряндию потратить, все-таки бустеры здесь менее выгодно получается. 30 бустеров за 150, мне 150 не надо, мне надо всего лишь 40, а 40 я могу получить, ну, вот, максимально приближенно, это за 500 тысяч серебро. Ну что, покупаем, и давайте откроем последний контейнер на данном аккаунте. А потом уже пойдем в хранилище и посмотрим, чего мы с вами понавыбивали. Ну все, я думаю, что на этом аккаунте мы, в принципе, с веселухой закончили. Немножко серебра оставлю, вдруг мне что-то купить надо. Ну и, как видите, у меня особо-то ресурсов никаких и не осталось. Остались там чуть-чуть бустеров, осталось немножко там какой-нибудь свободки 5000 с копейками. Ну, короче, где-то приблизительно вот так получается. Давайте выйдем, посмотрим, что у нас теперь получилось в хранилище. А в хранилище у нас, ребята, вот, 100 частей из необходимых 200 у меня получилось на ВК. При этом, ребята, у меня получилось 90 частей на Т-34 экранированного и не хватает голимой десятки. Что касается ЛТ-432, то здесь совсем все грустно, всего лишь 20 частей и целых 80 мне не хватает. Ну и что касается БТ-7 артиллерийский, то здесь целых 15 частей не хватает. Это, грубо говоря, где-то 2-3 контейнера точно надо открыть. И плюс к тому, хотелось бы все-таки добрать себе экранированного. Давайте попытаемся все-таки добрать. Как я уже сказал, я не играю на данном аккаунте, поэтому бог с ним. Давайте попытаемся возьмем вот так вот обменять. Что касается серебрухи, ну, невыгодно, блин, серебро, хоть ты тресни. Давайте тогда будем добирать все-таки вот этими контейнерами. Я думаю, что в любом случае я не обойдусь. Так, меняем. Сколько у меня там получается? 900. Тремя контами, мне кажется, я не обойдусь. Ну, навряд ли мне прям так фортанет, чтобы сейчас выпали сертификаты именно те машины, которые мне надо. ЛТ-432, который меня не интересует, потому что я на него совсем голему собрал. И на этом аккаунте явно его не получу. Мне, в принципе-то и ресурсов не хватит. БТ-7, 5, а надо было 15. 10 получается, не хватает. Теперь смотрим третий контейнер. И из третьего контейнера мы получаем БТ-7 арт 15 частей. Великолепно. То есть, в принципе, что-то мы дособрали. Теперь нам, скорее всего, будет, да, вот, пожалуйста, красивая картиночка. Забираем. А вот теперь, внимание, ни в коем случае не обналичивайте. Потому что, если вы его обналичите, то получите компенсацию 300 тысяч серебром. Я не считаю, что это нормальная сумма компенсации за наличие данной машины. Поэтому мы сделаем следующее. Смотрим, есть ли у меня среди машин БТ-7 арт. Нет у меня БТ-7 артиллерийского. Поэтому, в принципе, можем его обналичивать вполне спокойно. И, соответственно, получим свою заслуженную машину. Используем. Ну и в дальнейшем, когда вы будете использовать данный сертификатик, вам будет сообщение о том, что получен танк БТ-7 артиллерийский. В моем случае. Теперь, что касается вот этого засранца. Этот засранец есть у меня. И не хватает всего 10. Но давайте будем с вами разбираться. Для начала. Здесь у нас вот есть машинка. Это премиумная. И, соответственно, если вы будете ее продавать, голды вы за нее не получите. Будьте к этому готовы. Только ради вас, мои дорогие зрители, мои дорогие друзья. Я сейчас попытаюсь все-таки добрать БТ, господи, БТ, Т-34. Ну, просто потому что мне хочется понять все же, что будет в виде компенсации, когда мы с вами просто используем сертификат. Вот. Т-34. Сколько там? Десяти, по-моему. Да, не хватало, если я не ошибаюсь. Остается у меня 40 бустеров. Если я их не доберу, будет прям совсем обидно. Здесь я получу 150-160. И здесь... Блин, ну не хватает. Не хватает. Иду прям совсем ва-банки. Если сейчас, ребят, не доберу, я прям вообще покисну. Серьезно. Так. Сливаемся полностью в ноль. Ну, в принципе... В принципе-то, как их планировали. Но если сейчас на него не выпадет, это будет просто жестяк какой-то. Ну что, открываем. Я очень сильно надеюсь, что все-таки получится его забрать сейчас. Ну, давай. Ну, зараза. Ну, просто зараза, да? Ну, будем говорить откровенно, ребят. Ну, сволочь. Сволочь, ты редкостная. Блин, как обидно. Ё-моё. Ладно. Ничего не остается у меня из ресурсов, кроме голды. Не знаю. Может быть, имеет смысл потом немножко поиграть, получить как-то кристаллы другими способами. Может, что-то там из контейнеров из каких-то повыпадает. И видите, големы не хватает. Всего лишь пяти частей на то, чтобы можно было обменять на Т-34 экранированного. Но тратить 3,5 тысячи золота на это удовольствие я, ребят, не готов. Вы уж простите меня, пожалуйста. Ну что, давайте перепрыгиваем на мой другой аккаунт. Сейчас вы увидите страшный черный экран, пока я буду перезагружать аккаунт. Ну и, соответственно, за это время смогу посмотреть ваши комментарии. Для тех, кто смотрит это в записи, знайте, мы это делали все в прямом эфире. Пока игра загружается, пока мы переходим на мой другой аккаунт. Меня это немножко занимает времени. С удовольствием почитаю, что вы пишите в комментах. Так, друзья мои, всем привет-привет. Облом просто ужасный. Моя программа записи начала записывать трансляцию. Начала записывать эту трансляцию 16 минут назад. И просто ужас ужасный, потому что в запись попало открытие огромного количества контейнеров на моем одном из твинков. И, к сожалению, вы это сможете увидеть только завтра в записи данного видео, потому что из этого видео я собирался нарезать. Поэтому про результаты, забегая наперед, не буду ничего говорить. К сожалению, технические неполадки дали свои гнусные результаты. Сейчас я немножко подкручу себе звук, потому что в уши очень сильно давят. Короче говоря, ребят, вот такой вот обломчик получился. Всем привет-привет. Спасибо большое, что заглянули. Мне это крайне приятно. Даже не буду сейчас ничего пока открывать. Вот такая вот беда. Тань, привет. Коматос, привет. Огромное спасибо, что пришли. Не так уж и много нас. И, к сожалению, начинаем уже тогда стрим со второго моего аккаунта. Ну а что касается первого, то, как я уже сказал, можете посмотреть в записи. Запись выйдет завтра. Ну а сейчас давайте тогда проговорим с теми зрителями, которые есть сейчас. Я занялся тем, что я просто сливаю все свои ресурсы на своих твинках и обязательно загляну еще на свой основной аккаунт. На основном аккаунте я открыл все машины, которые могли выпасть из этого контейнера. Да, мне выпал септер. Я открыл порядка 30 контов. Я собрал полностью все вот эти машины. За БТМ получил компенсацию голдой путем продажи данной машины. Ну, короче говоря, повторяться еще раз не буду. Вся эта информация прозвучала в начале видео, которое вы можете завтра посмотреть в записи. Ну а сейчас, ребят, мы провернем все то же самое, что делали на предыдущем аккаунте. На этом аккаунте, как и на предыдущем, я абсолютно не играю. Поэтому мы просто, просто сольем все, что у меня есть. Мне это здесь не надо абсолютно. Я уверен, что все свои вот эти бустеры всякие там и так далее, я не смогу обналичить. Я в основном играю на основе и, соответственно, на основе мне интересно там все это обналичивать путем побед в боях и, соответственно, прибавки к чему-либо. А на этом аккаунте меня интересует оставить только голду на случай, если вдруг я буду покупать себе что-либо для того, чтобы для вас снимать обзоры на случай, если вдруг разработчики заберут у меня пресс-аккаунт по какой-то причине. Обналичиваем полностью все, ну а вы пока пишите, пишите, что вам выпадало из ваших контейнеров, если вы их уже открывали. Сейчас сделаем вот так. Вот пока, пока сделаем вот так. Так, посмотрим, что у нас там будет в сухом остатке. На предыдущем аккаунте мы слили чуть менее 12 тысяч. Здесь получится чутка больше. И, кстати, обратите внимание, големы не хватает для ровного счета, да. Ну что, давайте будем открывать, давайте будем смотреть, что будет выпадать на втором твинке. На втором твинке у нас выпадает БТ-7АРТ. Так, а как бы его так побыстрее делать? Т-34 экранированный. БТ-7АРТ. Дальше у нас идет... Кто там? Кто там у нас идет? Части сертификата на Т-34 экранированного. Ну, приятно было. Приятно было, кстати, ребят, на предыдущем аккаунте, я говорю это для зрителей, которые в онлайне сейчас это смотрят, на предыдущем аккаунте 500 голды, ребят, между прочим. Между прочим, 500 золота. Даже если играть с постоянными проигрышами на 10 уровне, то для того, чтобы получить 500 голды, надо 50 боев отыграть. По-моему, уже неплохо. Так вот, ребят, на предыдущем аккаунте Септер мне выпал. Буквально вот только что, буквально 10 минут назад. Едем дальше. ВК-3001H. Вот так вот получается. Но не падает, не падает пока. Хотя с такого количества контейнеров, я думаю, что мы хоть что-нибудь дособерем. На предыдущем аккаунте, на Т-34 экранированного, мне не хватило буквально 5 частей сертификата. И на этом, в принципе, у меня закончилось все, кроме голды. Но отдавать 3500 золота за новую пачку контейнеров, я, честно говоря, не сильно был готов. С другой стороны, возможно, там бы мне косарь голды. Неплохо, неплохо. Я, как нищеброд, в принципе, доволен. Я считаю, что с учетом того, что я не играю на этом аккаунте и получил на нем, сливая ресурсы, которые мне не нужны, которые я точно не смогу использовать, не успею физически их использовать, получить полтора косаря голды, это вполне неплохая компенсация за ненужное захламление моего хранилища. Так вот, ребят, можно было бы рискнуть, конечно, на 3500 купить там дополнительных бриллиантов и, соответственно, открыть еще пачку контейнеров, если я не ошибаюсь, там получается где-то в районе 11 контов. И если вдруг там бы выпал мне септер, то получить целых 10 тысяч голды. Это было бы, конечно, ребят, круто. Но, с другой стороны, я не готов тратить такие бабки. Ну, жлоб. По-другому я себя назвать в данной ситуации, к сожалению, не могу. Ну, жалко мне, серьезно, 3500. Так, 1600. 1600 продолжают падать нам части сертификатов, а вы продолжаете писать в чате, чем для вас дело закончилось. Как закончим сейчас с этим аккаунтом, обязательно почитаю ваши комменты. Ну и, соответственно, перейдем еще на основной аккаунт. На основном аккаунте мне тоже есть там с вами чем заняться. Так, есть? Нету септера. Что ж такое-то? А сколько у меня еще там осталось? Много? 3895. Ну что, продолжаем? А, здесь сверху написано. Окей. Смотрим. Едем дальше. БТ-7Арт. Ну, короче, на этот БТ-7Арт падает и падает и падает и падает. Что самое интересное, что выпадение, выпадение из контейнера, вот смотрите, по процентам, я на секунду отвлекусь, да и, честно говоря, немножко отдохну от этого утомляющего процесса, на удивление. Смотрите, части сертификата на экранированного, да, вот, то есть они соизмеримы с частями сертификата на БТ-7Артиллерийского и на части сертификата на БК. Крис, Крис, Дэр, Дэр, Дэр. Всем мирного неба, GSN, привет, если возможно выкатить Т-341-1776. Ой, так, 1300-1776. Ну, для начала огромное спасибо за донатик, мне это очень приятно. А во-вторых, напиши, пожалуйста, в комментах сейчас под стримом название танка и я обязательно выкачу его, это абсолютно не проблема. Единственное, что, если у меня на основе его нет, то я перейду на пресс-аккаунт и оттуда покатаем. Так, смотрите, что я имел ввиду, на ВК-3001H надо собрать 200 частей сертификата. При этом на другие машины 100, но несмотря на то, что на ЛТ-432 необходимо тоже сотню собрать, то на него шансы выпадения гораздо меньше. Но это, в принципе, неудивительно, потому что это восьмерка. И несмотря на это все, я все равно смог на основе все эти машины позабирать. Короче говоря, если ресурсы вам не нужны, это не агитация ни в коем случае, пожалуйста, те, кто смотрит в записи или кто смотрит в прямом эфире, ребят, не пишите в комментариях, что я кого-то к чему-то агитирую, что-то сливать. Я просто делюсь своим опытом того, что можно получить с этого ивента. И, в принципе, я ждал этого ивента. Единственное, что я лошара, буквально за 2 дня до этого ивента, я слил порядка 800 тысяч свободки, чуть больше, на то, чтобы открыть ветку на основном аккаунте. Так бы открыл гораздо большее количество контейнеров и, возможно, поживился бы чем-нибудь еще. Что же касается наших выпадений, то, как вы видите, постоянно падает в основном на БТ-7АРК, несмотря на то, что на 2 других машины шансы выпадения такие же. Я имею в виду Т-34-го экранированного и на ВК-шечку. Ну, вот такой вот парадокс. Вроде бы шансы одинаковые, а количество выпадающего гораздо меньше. Итак, у нас не хватает големы, пятерочки не хватает. Я думаю, что мы с вами можем сделать вот таким вот образом. Я думаю, что 5 золота вообще ни на что не влияет. Давайте откроем еще один контейнер. Ну вот, пожалуйста, ЛТ-432. На этом аккаунте септор нам не упал. Сколько контейнеров мы открыли, я, честно говоря, со счету сбился. Ну, реально, я вот просто потерялся в отношении того, сколько мы слили. Давайте попытаемся сделать следующим образом. Поскольку я все-таки немножко налажал, я имею в виду так, 1200, да, вот прям в ноль пойдем. Я налажал, не показал вам первый аккаунт, поэтому считаю, что должен хоть как-то реабилитироваться перед зрителями в прямой трансляции. Поэтому откроем еще несколько контейнеров здесь. А после этого, ребят, перейдем в хранилище и попытаемся посчитать, чего мы получили, чего мы не получили. Попытаемся обналичить танчики. БТ-7АРТ и еще один контейнер. Открываем. Ну, вот как-то так, короче. Взял, взял, чего смог, того взял. У меня есть 13 миллионов с копейками. Сольем? Ребят, давайте. Сливаем или не сливаем? Пишите в комментариях. Так, никто ничего не пишет. Значит, ГСН примет решение самостоятельно. Сливаем. Мне, в принципе, серебро здесь, ну, так себе надо. Возьмем как-то вот так вот 1200, наберем на 12 лямов серебра. Вообще много, слушайте, ребят, ну, честно, много. 12 миллионов серебра, это за 4 конта действительно дорого. Ну, объективно. То есть это надо сидеть и очень долго фармить на прям даже хороших фармящих машинах, которые вывозят по 100 тысяч серебром за бой. Это получается у нас сколько там? 12 лямов, доделенные на 100. Ну, до хрена, короче, выходит. Я там не буду прям с запятыми называть, но приблизительно вот столько получается. Все, ребят, последний контейнер на данном аккаунте. Как я говорил, голду сливать меня жаба давит. Ну, и вот получается части сертификата. Т-34 кранированы. Забираем все это дело. Все. Слился, в принципе, практически в ноль. Мне не хватит в любом случае, если за серебро буду покупать. Ну, а как я уже сказал, голду тратить я вот в этом конкретно ивенте. Не вижу абсолютно никакого смысла. Ну, разве что, если вы прям совсем фартовый, вам септер будет падать и падать до умопомрачения, то тогда да, окей. Так, переходим. Переходим и что мы получаем? Ребят, получили мы довольно-таки неплохо по сертификатам. Так, это у меня было. Это у меня было. Это тоже не отсюда. Вот Т-34, да. Экранированной. У меня осталось еще 20 частей сертификата. При этом, ребят, у нас есть Т-34. Т-34 на данном аккаунте у меня есть. И здесь возникает вопрос. Вот вам, пожалуйста, компенсация. 1 миллион серебром. Все, ребят. То есть голды вы не получите, если вы попытаетесь данную машину. Да подожди ты, артиллерийский. Погодь секунду, к тебе мы еще вернемся. Сейчас попробуем выйти все-таки отсюда. Я очень сильно надеюсь, что у меня это получится. Так, смотрим, кстати, пока мы здесь. Если будете получать БТ-7, то вот он у меня полученный. И он у меня зачисленный, потому что на этом аккаунте у меня его не было. И что касается Т-34 экранированного, то давайте еще раз убедимся в том, что мы не сможем его продать за золото. Это очень важная информация для тех ребят, которые недавно в игре. Премиумные машины за золото не продаются. Они продаются за серебро. Если быть точным, то машину вы сможете продать за 100 тысяч. Поэтому в моем случае гораздо выгоднее, гораздо удобнее. Ну, все-таки получить тогда компенсацию в тех размерах, которые мне предлагают. А именно 1 лям серый. Вот такое вот у нас получилось мероприятие на данном аккаунте. Что касается всего остального, тут мне много чего не хватает. И давайте будем смотреть. На ЛТ-432 мне выпало, ребят, всего лишь 15 частей. Это восьмерка. И это, в принципе, неудивительно. И шансы на него гораздо меньше. А вот то, что на БТ-7 артиллерийского выпало гораздо больше частей сертификатов, чем на Т-34 экранированного. И больше, чем, допустим, на ВК-3001H. С учетом того, ребят, что данные машины имеют одинаковый процент шанса по выпадению. Вот это, ребят, уже удивительно. Потому что по логике всей, шансы должны были быть равны везде. Вы согласны со мной? Ну что, давайте тогда перематывать, перематывать, ребят, на мой основной аккаунт. Пока побудете с черным экраном. В принципе, где-то я это уже слышал, а вы это пропустили. Ну что, запускаем основной аккаунт. И сейчас, ребят, пока мы будем заходить на основной аккаунт, я объясню, зачем мы туда заходим. Но, во-первых, мы туда заходим для того, чтобы я вам показал, что я действительно эти машины получил все. Я специально ничего с ними не делал. Я ничего на них не одевал. Никакие камуфляжи. Не вносил никаких настроек. Именно для того, чтобы вы могли увидеть их в первоначальном виде. В том виде, в котором я их получил. Ну, как подтверждение того, что они действительно недавно мною получены. Второе, что мне хочется вам показать. Я хочу выкатить из ангара Септера. Выкатить его для того, чтобы вам показать, как он выглядит и что машина собой представляет. Третье, что я хочу сделать. Я хочу открыть еще контейнеров. И сейчас объясню, зачем. Я очень нефартовый парень в отношении контов. Но, если вдруг, если вдруг мне все-таки повезет, и я смогу вытащить еще одного Септера из контейнера, то я получу 10 тысяч голды в виде компенсации. Потому что сам Септер у меня уже есть. Как вы видите, вот он. Что касается информации о компенсации, она всегда отображается вот здесь. Это для тех ребят, кто не знает. Поэтому я и хочу попытать счастье. Не знаю, правильно я поступаю, неправильно я поступаю. Может, мне не надо было этого делать. Но все же хочу рискнуть. Что касается самих машин. То машины я действительно забрал. Сейчас я попытаюсь вам их показать. Давайте начнем с того, что у меня есть. Вот он, пожалуйста. БТ-7. Промахнулся. БТ-7 арт. И, как видите, это коллекционка. Раз это коллекционка, то вот в моем случае сейчас за 850 голды я ее могу продать. Я это уже один раз сделал. Ну и потом обналичил себе машину. И, как видите, она у меня опять-таки в первозданном виде. Без камуфляжа, без боекомплекта и так далее. То есть я в машину ничего пока не вкладывал. Теперь, что касается экранированного. Вот этот экранированный. Он у меня полностью не снаряжен. Ничего я с ним не делал. И он наконец-то появился в моем ангаре. Потому что в свое время я его слил. Я случайно вместо того, чтобы обналичить полученный сертификат на данную машину, я его обменял на кристаллы. Ну, короче, баран. Такое бывает. И вот, наконец-то он вернулся. Я очень себе его хотел. Машина очень веселая, очень классная. Не знаю, меня она чем-то зацепила. Теперь, что касается немца премиумного. То немец премиумный, ПЗ-4С, он у меня в принципе и так был. Теперь, что касается ВК-шечки. Где наша ВК? ВК, 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 ВК. На каком уровне ВК-шка? Кто подскажет? Я, честно говоря, не помню. Так, давайте еще раз. Где мой ВК? Вот он. ВК-коллекционка. ВК-коллекционка, которую я получил. Его как раз можно продать. И вы в таком случае получите всего лишь 250 золота. Согласитесь, очень мало. То есть, БТ-7АРТ третьего уровня продается дороже, чем ВК-3001H. И при этом, ребят, на БТ-7АРТ шансы выпадения больше, чем на машину, которая стоит дешевле. И плюс к тому, нужно на ВК собрать 200 частей сертификатов, а на БТ-7АРТ 100. Как работает математика? Я, честно говоря, диву даюсь. Ну ладно. Это уже дело третье, как работает математика. А главное, ребят, что у меня еще в коллекции, как видите, появился Септер. С Септером я прям вообще еще ничего не делал. Даже в характеристики не заходил, не смотрел его. Вот этот товарищ. Ну и, соответственно, поскольку это премиумная машина, то в случае, если вдруг вы будете ее продавать, то вы получите серебро. Ну, как бы ни о чем, согласитесь. Так, лучше отмену нажать, а не соседнюю клавишу. Короче говоря, ребят, вот такая вот история по поводу моих открытий. И теперь я хочу вам взять и немножечко побаловаться. Мне, в принципе, не надо 30 дней према, хотя я знаю, какая это большая ценность. С предыдущих моих открытий у меня осталось еще там тысяча с копейками. И здесь получается 3324. Ну, в общем, если посчитать, то получается 11 контейнеров. Мне не хватает 200, сколько там, 280, да, кусков бриллиантов для того, чтобы можно было добрать до 12 конта. Давайте поиграемся пока так, а там дальше разберемся. Ну что, открываем контейнеры, смотрим, что с этого получится. Ну, вот, пожалуйста, полетел экранированный. Мне нужен септер. Я держу пальцы крестиком, надеюсь, вы тоже, потому что это мой шанс получить 10 тысяч голды. Я очень хочу 10 тысяч голды. Ну, в принципе, я сомневаюсь, что есть какой-нибудь танкист, который скажет, а мне не надо 10 тысяч голды. Потому что мне и так хватает у меня целых 218 золотых монет, которые я получил, просматривая видео рекламные каждый день с телефона. Ну, будет септер или не будет? Ну, сомневаюсь, ребят. Шансы выпадения 0,2%. Вообще ни о чем. И когда он мне выпал все-таки... Ну, первое, о чем я погрустил, конечно, это о том, что я делал это без проведения записи. Не хотел тратить огромное количество времени на то, чтобы записывать все это дело. Просто сидел класс, игрался и на тебе, получил. Вот так вот получается иногда. Вроде бы и не планируешь снять что-то крутое, а оно у тебя между пальцев проскользнуло. А когда планируешь что-то снять, как сейчас, то абсолютно ничего не выпадает. Классно. Классно получается. Слил 30 дней прем-аккаунта, насобирал кучу дополнительных каких-то там частей сертификатов на машины, которые я и так уже получил. Ну что, давайте попытаемся чем-то добить. Чем можно добить? Бустеры на голду я тратить не буду, потому что я буду играть на данном аккаунте. Дней према у меня уже нет. У меня нет практически серебра, которое меня, в принципе-то, и не спасет. Но все-таки вот эти 24 брылика меня очень сильно муляют. Чем их добрать? Не знаю, свободка или что-то подобное. Да вроде бы и жаба давит, честно говоря. Ну ладно, давайте попытаемся чего-нибудь сделать. Давайте вот так вот сделаем. Что у нас получается? 60, 84, давайте возьмем здесь сольем пол ляма, хотя у меня, честно говоря, не так уж и много там осталось. У меня остается всего 500 тысяч серебром, придется немножко поиграть, пофармить. Не хватает, не хватает все равно. Так, вот это что такое? Бустеры перезарядки снаряжения. Сливаем бустеры перезарядки снаряжения. 179. 179. Свободка. Бог с ней. Бог с ней со свободкой. Что у нас получается? И не хватает нам, блин, 31. Ну прям западло какое-то. Ну, грубо говоря, 30-ки, да, не хватает. Так. Иногда вот так вот делаем. Ну, че уж там. Все. Вот теперь точно. Слил полностью все в ноль. Давайте открываем еще один контейнер. И септер падает мне прямо сейчас. Фиг там. БТ-7АРТ. Ну ладно. Как получилось, так получилось. Давайте теперь посмотрим на мою копилку. Что у меня среди сертификатов здесь сейчас понабиралось. А понабиралось у меня следующее. На ВК не хватает целых 165 из 200. Просто офигенно. На товарища экранированного не хватает 25 частей. Да и в целом фиг с ним, потому что все равно компенсация будет серебром. На того товарища, которого можно было обменять на голду, на артиллерийского, не хватает 65 частей. И на вот этого товарища 432 я собрал всего лишь 35 частей. И не хватает целых 65. Короче говоря, мое мероприятие на моем основном аккаунте увенчалось грандиозным фиаско. По щеке течет скупая слеза, которая говорит тебе ГСН. Ты валенок самый, что ни на есть натуральный. Не надо было тебе этого делать. Лучше бы ты оставил. Оставил себе 30 дней према и другие ништячки, которые ты слил. Может быть больше толку было бы. С другой стороны, ребят. Чем черт не шутит, а вдруг повезло бы. Вдруг действительно я смог бы собрать чего-нибудь из этих контейнеров. Я имею ввиду септера, получить компенсацию голдой, хлопать в ладоши и радоваться тому, что у меня есть дополнительных 10 косых золотом. Но, к сожалению, беда бедовая. А еще беда бедовая, что я слил полностью всю свою серую. И не заметив этого, сейчас вот, пожалуйста, глупости, глупости делаю. Ладно, не будем тогда дальше открывать. Давайте тогда перейдем на основной аккаунт, господи, на основной. С основного аккаунта на мой пресс-аккаунт. И на пресс-аккаунте возьмем эту машину в полном снаряжении. Потому что именно в таком виде все-таки стоит, наверное, ребят, ее заценивать. Что касается Лизочкиной просьбы. Я так и не понял, какую машину она хотела, чтобы я выкатил из ангара. Ребят, если вы поняли, то напишите. Либо я сейчас просто гляну в ее донатике, что она мне писала. Так, 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 так. Пресс-аккаунт. Все, поехали. Загружаемся на пресс. А я пока гляну, что Лиза писала. Все-таки необходимо уважить как-никак. Смотрим-с, смотрим-с. Так. Сейчас, одну секунду. Она просила Т-34 1776 года. Все, я понял. Ну, понятное дело, что не 1776 год там имелся в виду. Но суть, я понял. Т-34. Это восьмерка. Причем то же самое, что Falcon. То же самое, что Т-34 Independence, по-моему, он называется, если не ошибаюсь. Так, розыгрыш на пресс-аккаунте нам не интересен абсолютно. Смотрим. Смотрим-смотрим-смотрим. Т-34. 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 Independence у нас. Это Falcon. Т-34. Так. Не так. Давайте вот так. Восьмой уровень. Вот так, я думаю, будет проще. И плюс еще мы возьмем с вами. Плюс еще мы с вами возьмем. Возьмем-возьмем-возьмем. Вот он. Ну, в принципе, все то же самое, что и Falcon. Один в один. Поэтому я не могу сказать, что он чем-то будет отличаться по манере игры. И по тому, что он принесет от любого Т-34. Что Independence, что Falcon. В принципе, только внешним видом машины отличаются. Все остальное. Ну, прям тютелька в тютельку. Сейчас поменяем быстренько оборудование. Я не был готов, что мы будем выкатывать какую-то машинку. Ну, все. Снарядились. Обязательно посмотрим сейчас наш ранг. Как же без этого? Без этого в бой нас не пустят. Ну, что. Поехали. Попробуем покататься на Т-34. Попытаюсь порадовать Лизу. Все-таки, как-никак, попросил человек. Надо сделать. Слей 200 лямов. Не слово, танкист. Оно так не работает. На пресс-аккаунте это бессмысленная затея. По одной простой причине. Потому что интерес совсем другой. Так. Смотрим. Мы идем против восьмерок. Это уже хорошо. Сейчас попытаемся чего-нибудь интересного сделать. Но и обязательно выкатим, ребят, Септера. Септера выкатить обязательно надо. Потому что, ну, потому что все-таки, можно сказать, главная награда, да, из этих контейнеров, которые можно сейчас получить. Поехали. Так. Ну, раз Т-77 проскочил без засвета. И С-5 там тоже вроде не отхватывал. Я думаю, что можно вполне спокойно рваться в бой. Здесь никого нет. Скорее всего, ПТХи поехали поддерживать железку. Ну, а значит, у нас есть все возможности к тому, чтобы прорваться в тыл. Ну, и попытаться в тылу немножко там победокурить. Все. Своё дело сделали. Можем смело ехать. У нас целых 8 секунд перезарядки еще. Поэтому не имеет смысла оставаться рядом с часом. Там все равно, ребята, союзники его бы разобрали. Поэтому едем сразу дальше. Параллельно перезаряжаемся. И, как вы видите, перезарядка в 12 секунд. Это очень долго на 8 уровне. Даже с хорошей альфой, которую выдает данная машина. Не устану повторять, что последний ап, который был по данной тачке, это, конечно, хорошо. Но было бы неплохо, если бы все-таки разработчики апнули в этой машине то, что действительно стоило апать. Потому что ап лобовой брони в башне, это не совсем то, что мешало машине быть результативной. Вот как раз время перезарядки мешало быть результативной. Так. Уехал, а этот не уехал. Выцелим его. Да фиг там. Куда мне прилетело? Даже отверстия не видно. Ладно, погнали. Пойдем в прорыв. Спасибо союзникам, что надгрызли. Барабанного товарища. Так, ну тут я прям совсем наглею. Прям, что называется, да не могу. Ну, давай. Не, ну ты-то пробьешь. Это меня совсем не удивляет. Меня удивляет другое, как у меня хватило ума слить сейчас все серебро на своем основном аккаунте и остаться с 80 тысячами. Я реально себе ничего позволить не могу. Бомжара, нищеброд. Вот такой вот он Т-34 и там уже не имеет значения 1776 или 34 Falcon. Ну, прям вообще никакого значения это не имеет. Машина, я бы не сказал, что прям какая-то крутая. В составе набора, как правило, я лично рассматриваю Т-34 как нагрузочный танк. Вот сейчас есть набор на продаже и вот покупая этот набор, вы получаете Т-34 реально в нагрузку. Потому что вот как раз Super Pershing и KV-5, они являются основными тачками. Что у нас здесь? Мне прям забери, забери. А что забери? А, господи, я думал я на основном. Думаю, неужели я что-то получил? Я-то да, могу сейчас забрать в принципе все, что там есть и даже больше. Ну что, давайте теперь поговорим о Септере. Давайте сейчас снарядим этого товарища и попытаемся на нем немножечко игрануть. Что машина собой представляет? Да, в принципе, ничего. В прямом смысле ничего интересного, кроме ее внешнего вида. И не то, чтобы мне нравился ее внешний вид, мне просто нравится то, что цвет данной машины, я бы сказал, раскрас данной машины, он довольно-таки хорошо прячет уязвимые зоны данной тачки. Что касается всего остального, так, здесь я, наверное, все-таки, наверное, на броню добавлю для того, чтобы попытаться именно за счет цветовой гаммы самой машины отыграть более удачно, чтобы тяжелее было меня пробить. Так вот, ребят, здесь цветовая гамма такая, что когда ты смотришь на него в прицел в виде своего врага, те ребята, кто знают про ходную тачку... Ой, Мишань, спасибо большое, очень приятно, огромная-огромная благодарочка за поддержку. Тебе тоже приятного вечера, садись поудобней, давай будем вместе расслабляться. Огромное-огромное спасибо за поддержку канала в его развитии. Так вот, ребят, возвращаясь к Септеру, у него раскраска такая, что те ребята, которые знают, ну вот просто как-то интуитивно или по памяти знают, куда пробивать проходную версию данной тачки, они, понятное дело, выцеливают соответствующие зоны. А вот те ребята, которые не часто встречаются с этой машиной, а в последнее время проходная версия данной тачки встречается не так уж и часто в боях, то они пытаются выцеливать как раз вот просто через призму своего прицела. То есть, глядя на машину, они пытаются найти серую зону. Но из-за того, что машина красного цвета даже в прицеле, соответственно, я имею ввиду раскраску машины, то, соответственно, вот эти вот красные узоры на самой тачке, они существенно прячут серые зоны. И выцелить какие-то мягкие места становится немножко сложнее. Я и сам, честно говоря, встречая септера в боях, неоднократно попадался на том, что я вроде бы выцеливаю серую зону, но в итоге у меня не пробитие. Хотя я пробиваю на танке восьмого уровня, который имеет достойный уровень пробития, которого должно быть больше, чем достаточно для того, чтобы все-таки прошить септера, по крайней мере, там, допустим, в нижний бронелист. Если его, в принципе, нижним бронелистом можно назвать, потому что здесь, ну, как бы, бронелиста как такового нет, да, то есть здесь цельник такой, отлитый из непонятно чего. Неполные три секунды перезаряд барабана, три снаряда в барабане. В целом играется нормально, как обычный барабанный танк. Ничего там сверхъестественного, ничего ужасного, в то же время ничего суперкрутого, набибающего. Просто барабанный танк восьмого уровня. Именно поэтому многие и не понимают септера как главную награду. Он никого не интересует. И я сам, честно говоря, высказывался на эту тему и говорил, что я не вижу смысла абсолютно в этой машине, если она ничем не отличается от проходной версии. Ну, вот сейчас я повернулся бортом башни, в бортину отхватил в башню и тут даже раскрас мой абсолютно мне ничем не помог. Блин, да хватит меня прошивать, в конце концов, задолбали. Дайте хоть выстрелить, я не знаю, разок что ли. Короче, я сваливаю. Даже попытаюсь как-то на педаль газа немножко поднажать. Подрубим немножечко форсаж. Погнали. Ну, реально, блин, я вот сейчас в бой заехал, как в бортину два раза отхватить, так на тебе, пожалуйста. А как, блин, хоть какого-то урона кинуть, так до сих пор не получается. Я, в принципе, не отцеплюсь от этой машины до тех пор, пока не сыграю на нем плюс-минус нормальную катку, которая хоть как-то будет показывать возможности данной тачки. Не то, чтобы здесь прям было что показывать. Как я уже сказал, особо крутого здесь абсолютно ничего нет. Блин, тут углов не хватает. Да что же за бой-то такой? Так, ладно. Лучшие герои всегда идут в обход. Я еще не сделал ни одного выстрела. Я вообще просто красавчик, нагибающий всех и вся. Благо хотя бы союзники отыгрывают нормально. Хотя, чувствую, после этого боя я дизованно хватаюсь больше, чем собака на улице Блох. Так. Все, поехали. Мой звездный час. Понеслась. Раз. Жмем дальше. Сейчас, сейчас, ледяной. Погодь. Погодь, я подъеду. Фартовый ты, зараза. Ну, давай, Эмиль. Добивай товарища. Красавчик, молодец. И у нас здесь ситуация не очень хорошая. Я на перезарядке. Эмиль с двумя своими снарядами отваливает куда-то. Благо этот товарищ немножко отвлечен. И здесь можно немножко поработать по 53-му. Не смог. Не смог пробить. Жаль. Так можно было бы накинуть дополнительного урона. Но будем считать, что и так неплохо. С учетом того, что я, в принципе, как рачина. Все начало боя катался где-то неизвестно где. То, в целом, я бы сказал, что и так. Результат довольно-таки хороший. Так. Вылазить мне ни в коем случае нельзя. Нельзя, но я буду это делать. Так. Есть. Попал. Да идите вы в пень со своим попал. Достали уже, честно. Я сейчас должен был его в ангар отправить. А я единственное, что смог сделать, это попасть в него. Проиграли, ребят. Ну, поиграли, по крайней мере, по очкам. Меня хотя бы не слили. Хоть на что-то меня хватило. Ну, а теперь, что касается результативности по машине. Я не могу сказать, что данная машина отличается какой-то прям суперрезультативностью. Да, она фармит по сравнению с проходной тачкой. Но сказать, что вы будете там вывозить постоянно какие-то крутые результаты по настрелу, я бы не сказал. Давайте попытаемся еще раз выкатиться из ангара. Попробуем еще раз ее заценить. Не знаю, правда, получится это или нет. Надеюсь, что сейчас, как эллинина, я не буду ползать где-то. Ну, в общем, приложу сейчас... Приложу сейчас максимум. Максимум своих умений. Максимум усилий. Так, что там у нас в чатике? Ну, вроде в чате никто ничего меня не спрашивает. Поэтому можно, в принципе, продолжать. Поехали. Попытаемся. Кто там у нас? АМХ в поддержку. Так, Шкода. Тигр 2. В принципе, получается, мы можем здесь смело захватывать базу. Точку захватываем. И дальше продвигаемся, попытаемся поиграть. Единственное, что я так понимаю, что, скорее всего, все-таки ПТ-ха одна не поехала вместе со всеми своими. А значит, необходимо попытаться как-то так проскочить, чтобы находиться за вот этим холмиком для начала. Так, я в засвете. Вот ПТ-шка. Фартовая зараза попалась. Прям над кепкой пролетела у него. Так, не сильно нас это пугает. Да идите вы. Что, сольете меня прям вот так вот, не глядя? Я против. Я не хочу. Вот мне ПТ наша нравится, которая встала там в углу у себя на моей надписи ПИНГ. И стоит там. Кого выцеливает? Что делает? Бог его знает. Нет, не выцелил. Стрёмно. Стрёмно получается, ребята. Так. Ну, неплохо. Барабан реализовал. Это уже хорошо. В целом, три результативных выстрела. Плюс до этого никакие-никакие были. Так. Три. Две. Одна. Выкатываемся. И поехали. Нам надо хотя бы одного в ангар отправить. А если второго сейчас получится немножко зацепить, подранить, будет вообще красота. Сглазил. Бывает и такое. И нас осталось двое. Вот такая вот беда. Сейчас приедут товарищи красного цвета и будут, соответственно, делать мне больно. Вообще очень-очень, ребят, машина зависимая от команды. Прямо-прямо до безобразия зависимая. Потому что ваша команда, пока вы будете находиться на перезарядке вашего барабана, она должна будет держать удар и, соответственно, без них вам справиться будет очень-очень сложно. Потому что время перезарядки барабана все-таки, согласитесь, существенное. Ну что, вот результаты. Сейчас поражение, поражение честное. Нас разобрали. 2160. Короче говоря, ребят, машина, я бы не сказал, что прям вау-эффект. Вау-эффект будет, если вы из этого игрового события достанете две таких машины и получите 10 косарей золота. Вот тогда, да, тогда вау-эффект сработает. Ну а также, по большому счету, я бы не сказал, что машина прям стоит того, чтобы за ней гоняться. Спасибо вам большое, друзья мои, за то, что пришли. Простите меня, пожалуйста, мои дорогие зрители, кто находился в онлайне, за что я, к сожалению, был не совсем ловок в обращении с программой и вовремя не включил трансляцию или она сама не включилась, бог его не знает. Вроде бы запускал. Поэтому 16 минут, которые вы пропустили, вы сможете посмотреть завтра в видосе, который я выпущу утром с открытием всех этих контейнеров для того, чтобы другие игроки тоже смогли посмотреть, что можно получить с того огромного количества контов, которые я умудрился открыть, обналичивая всякого рода свои игровые ценности. Мира вам, друзья мои. До встречи в новых видео и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин